Здравствуйте! На пятом канале «Итоги недели» в студии Наталья Никонова. И начнем выпуск с обзора главных событий из жизни Канска, произошедших на этой неделе. Сквер БХЗ преобразился. Народный проект победил в муниципальном этапе конкурса жители за чистоту и благоустройство. После доработок его отправят в Красноярск. И если проект победит, то на восстановление единственного в микрорайоне зеленого уголка выделят грант в размере 2 миллионов рублей. Невольными заложниками ситуации стали жильцы 4 и 5 общежитий в микрорайоне Солнечный. Из-за соседей-неплательщиков им не оказывают должные коммунальные услуги. Мало того, что их дома находятся на грани аварийности, так еще и мусор никто не вывозит. А из крана бежит только горячая вода. Ужесточили трудовое законодательство. Теперь оно гарантирует работникам в случае задержки заработной платы и приостановления трудовой деятельности сохранение своего среднего заработка. Если работодатель задержал выплату более чем на 15 дней, работник имеет право отсутствовать на рабочем месте. Сотрудники Каннской полиции возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам. 15 февраля исполнилось 27 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Девятилетняя необъявленная война унесла жизни более 14 тысяч солдат и офицеров. 417 человек пропали без вести. Деревня Архангельская Каннского района терпит бедствия. Единственный источник заработка для 40 человек – хозяйство Мокрушинское. Закрывают, скот режут и распродают. Спасти свое место работы люди попросту не могут, ведь это частная собственность. Представители администрации Каннского района встретились с возмущенными жителями. В детском саду номер 45 отметили юбилей. Дошкольное учреждение, находящееся в микрорайоне БХЗ, открылось 35 лет назад. За эти годы воспитатели подготовили к школьной жизни почти полторы тысячи ребятишек. Лыжня России в Каннске в этом году побила рекорд массовости. В день всех влюбленных на трассу в Сосновом Бару вышли более 400 человек. Участие в лыжном забеге приняли жители города от мала до велика. Самому возрастному участнику не так давно исполнилось 70 лет. В Красноярске продолжается 13-й экономический форум. Сегодня прошел его второй день и самый важный. В частности, состоялось заседание «Стратегия 2030. Образ будущего России». Там представители бизнеса, государственная власть и гражданского общества делились своим видением будущего страны на ближайшие 15 лет. Политики, экономисты и общественность вместе искали новые форматы сотрудничества в условиях экономического кризиса. Все сходятся во мнении, что перспективы нерадужные. Сложности испытывает все мировое сообщество. И в такой ситуации России приходится рассчитывать только на свои ресурсы, в том числе и человеческие. Это подтверждают и наши, каннские предприниматели, ставшие участниками пленарного заседания. Надеемся, что мы сумеем с будущим встречам взять те моменты, те реальные, эффективные посетки, которые сегодня говорится, и использовать для своего же большого города, для Канска. Одна из задач форума – предоставить возможность территориям края, предприятиям, найти новых инвесторов. И этим воспользовались некоторые города, в том числе с востока края. К сожалению, Канска среди экспонентов не было. А жаль. Ведь город мог презентовать себя так же, как и наши соседи. Мы в активном поиске потенциальных президентов. Именно для этого нам нужна площадка ХЭФа. Мы делаем ставку на то, что Зеленогурс станет кому-то привлекателем. Говоря про Канск, мы понимаем, что Канск тоже здесь мог быть и должен был быть, как столица восточных городов. Но это достаточно сложно и дорого. Тем временем в администрации Каннска сегодня обсуждались вопросы отнюдь не экономического роста. Скорее, напротив. Оздоровление или банкротство ждет МУП ТССО? Стоит ли пытаться реанимировать муниципальное предприятие? Или же пора смириться с тем, что дороги Каннска теперь будет обслуживать частная контора? Анастасия Мусина продолжит тему. С инициативой проанализировать финансовые показатели муниципальных унитарных предприятий вышли депутаты городского совета. В рамках комиссии по ЖКХ они заслушали отчеты экономистов трех каннских предприятий. МУП «Электросеть сбытна», на совести которого уличное освещение города и теплоснабжение отдельных районов. МУП «Коммунальное хозяйство», которое ведают гостиницы «Сибирь» и несколькими городскими банями. И МУП «ЭТССО», до недавнего времени занимающиеся текущим содержанием дорог и санитарной очисткой города. Особенно горячо обсуждалась эффективность последнего предприятия и его экономическое положение в свете недавних событий. Давайте у нас есть счетная попарка. Пусть она проверит, посмотрит, какие-то результаты, выводы сделает. И тогда с этими выводами обращаться, как Олег Петрович сказал, обращаться и уже вынести свои тоже предложения. Напомним, в декабре счета предприятия арестовали, а часть сотрудников перешли в общество с ограниченной ответственностью МСТК «Транспорт Восток», занимающиеся вывозом мусора, а часть – в общество с ограниченной ответственностью предприятия текущего содержания и ремонта дорог. А теперь МУПа как такового сейчас не будет, да, допустим, ну возьмем, что его вообще не будет. Будет вот ООО, ООО все равные. Придет какая-нибудь ОООшка с другого региона, скажет, а все, я дешевле, я буду делать. Выиграет. А делать, ну будет, окажется, недобросовестное просто. И все, и соответственно, а мы-то вот и останемся не счастливыми. В настоящее время в МУПТ СССР введено внешнее наблюдение. У многих депутатов сложилось впечатление, что никто не боролся за сохранение муниципального предприятия. А между тем, возможность его реанимировать есть. Только нужно ли это? Считает ли сама администрация города это необходимым? С таким вопросом народные избранники обратились к первому заместителю главы по жизнеобеспечению Сергею Джаману. Если эти субъективные мнения вы случат, то это было за то, чтобы сохранить его. Сергей Дмитриевич, вы можете дать команду МУП ЖКХ, это в вашем видении, согласно должностной конструкции, чтобы нам когда-то появился какой-то членораздельный, какой-то план действий по спасению МУПа? Завершилось обсуждение работы МУПа ТССР предложением парламентариев выйти на администрацию с просьбой приложить все силы по сохранению муниципального предприятия. Впрочем, откликнутся ли чиновники, покажет время, а уже 17 марта станет известное решение Верховного суда. Продолжится ли внешнее наблюдение на МУПа ТССР или же будет введено конкурсное управление, которое, скорее всего, повлечет за собой процедуру банкротства. Анастасия Мосина, Вячеслав Морозов. Итоги недели. Вместо протокола – открытка. Вместо проверки документов – слова поздравления. Сотрудницы госавтоинспекции и девочки из отряда юных инспекторов дорожного движения поздравили мужчин-автомобилистов с наступающим днем Защитника Отечества. К поздравлениям присоединилась наш корреспондент Ольга Величко. Идея акции с поздравлением водителей не нова, уже опробована в прошлые годы. Сегодня сотрудники госавтоинспекции решили не нарушать добрую традицию и поздравить автомобилистов с наступающим днем Защитника Отечества. Те, кого сегодня остановили инспекторы, а это десятки мужчин, получили открытки и услышали в свой адрес теплые слова. Вся ваша жизнь дорогой свьется, и вы всегда по ней в пути. Пусть без поломок обойдется, и двигатель всегда урчит. Дорог без пробок мы желаем. Послушного руля. И вас сердечно поздравляем с 23 февраля. Спасибо вам. Девочкам из отряда юных инспекторов дорожного движения не привыкать принимать участие в совместных мероприятиях с госавтоинспекцией. Поздравляя Защитников, они и сами получают массу положительных эмоций от происходящего. Ну, я думала, мы просто постоим, пораздаем. А на деле вышло как? На деле вышло прям так интересно. Мне понравилось очень сильно. В свою очередь большинство водителей, даже те, кто спешил куда-то по своим делам, признались, что такая причина остановки – для них приятная неожиданность. Такая причина остановки – это сюрприз для вас? Ну да, конечно, ожидал другого. Вам всегда приятен, сюрприз какой-нибудь на дороге? Приятно, очень приятно. Спасибо большое. Такая реакция автомобилистов вполне объяснима. Не часто причиной остановки становится такой приятный повод, а не нарушение или проверка документов. И не каждый день их останавливает не суровый инспектор, а симпатичная девушка в полицейской форме и орава девчонок с поздравлениями. Я бы хотела поздравить с замечательным праздником всех мужчин, автомобилистов и неавтомобилистов. Пожелать им всего самого хорошего, любви, благополучия, здоровья, ну и, естественно, безопасных дорог. Ольга Величко, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Сразу после короткой рекламы мы продолжим говорить о предстоящем мужском празднике. В рубрике «Гость студии» начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Каннского военкомата Александр Власюк. Не переключайтесь. Увидеть мир и показать себя. Лицом к лицу сходиться с совершенством у зеркала, в оправе современной примеривая новые очки. Есть волшебство, что создано наукой литья стекла и шлифования линз. Есть мастерство, что подчеркнет сторицей и красоту, и благородство ваше, и виденье расширит горизонт. Насыщенность цветов и четкость линий, прозрачность взгляда, жизнь в оправе вкуса и свежесть восприятия реалий. Все лилия. Ваш оптики-салон, надежность современных диагностик, приборов дорогих, высокоточных, изысканность, изящество дизайна от лучших разработчиков оправ, вернет вам зрение и создаст вам имидж в том лилия порокой на века. Обновленное меню в суши-буфете Сёгун. Новые роллы с беконом, сушеным луком и лососем. Горячие роллы с угрюм и сливочным сыром. Свежий салат с лососем. Две новых лапши с курицей и с овощами. А на десерт нежные и хрустящие шарики из сливочного сыра в темпуре. Сёгун. Просто делаем вкусно. Торговый центр Порт-Артур-2. Улица 40 лет Октября, 62, строение 4. Сёгун. Суши-буфет. С 20 по 22 февраля в ГДК. Шубы по оптовым ценам. Акция Мутон от 9 тысяч. Норка от 29 тысяч рублей. Шашлычный дворик по улице Куйбышева 1А возле автомойки 3 Семерки предлагает. Аппетитный шашлык из курицы, свинины, баранины. Сочный люля-кебаб на мангале. Заказ на торжества и корпоративы. Доставка по телефону. Товарищ, это цветочная эволюция. Только у мамы Лозы все цветы по оптовым ценам. Телефон 3900. Телекомпания «Канск. Пятый канал» представляет. Новый проект «Цена вопроса». В условиях кризиса многие горожане начинают экономить, порой даже на самом необходимом. И в новой программе мы расскажем, где можно найти товары с самым оптимальным соотношением цена-качество. На этой неделе мы побывали в магазине «Российский трикотаж», где можно сделать выгодные покупки для всей семьи. А также в кафе «Чили», осуществляющем доставку блюда европейской кухни и пиццу на дом и в офис. Проект «Цена вопроса». Программа о выгодных покупках. Итоги недели на пятом канале. Мы продолжаем выпуск. И сегодня гость нашей студии Александр Власюк. Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Красноярского края по городу Канску и Каннскому району. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько молодых людей из нашего города и района сейчас проходят службу в рядах вооруженных сил? Ну, в настоящее время у нас службу в рядах вооруженных сил проходит более 350 человек. То есть с учетом того, что у нас призыв весенний прошлого года проходит службу, было признано 173 человека. И осенним призывом прошлого года 168 человек. Но к этому числу нужно прибавить в обязательном порядке то количество людей, которые проходят военную службу по контракту, ранее заключили ее. И в том числе в 2015 году через военный комиссариат города Каннска прошло, оформилось на военную службу по контракту и убыло войска 116 человек. Это довольно серьезная цифра. Ну, с учетом, да, что кто-то уже давно служит, не один контракт, то, соответственно, с города Каннска, я думаю, ну, более, как говорится, тысячи человек, наверное, проходит службу. Учитывая еще офицерские должности, а кто прошел через военные училища подготовку, то достаточное количество, говорится, ну, город, можно сказать, что военный в свою... То есть имеющий определенную военную подготовку, молодежь имеет в этом отношении. Расскажите, пожалуйста, какие рода войск преимущественно выбирают призывники? Где хотят служить? Ну, призывники при всех, как говорится, наших условиях в однозначном порядке всегда просятся служить в элитных частях. То есть, ну, к ликним частям, прежде всего, среди молодежи, это бытуют, как и воздушно-десантные войска, части спецназначения Главного разведуправления, части морской пехоты и спецназ внутренних войск. То есть, это так называемая элита вооруженных сил, ну, в том числе и президентский полк. В частности, когда мы сейчас ведем беседу, на данный момент идет отбор в части президентского полка, в том числе сейчас в отделе военно-комиссарта города Каннска представители президентского полка находятся. Значит, представлены на этот отбор на сегодняшний день три человека. А два человека у нас в настоящий момент проходят службу по призыву, с весеннего призыва прошлого года, и два человека в настоящее время в этом же полку проходят службу по контракту. Если провести сравнение, вот сейчас вырос уровень желания защищать свою родину? Ну, наверное, уровень не только, говорится, видно по призывникам по-нашему, этот уровень видно, в принципе, и по настрою государств в нашем. То есть проводятся статистические данные, можно сказать, что вырос уровень патриотизма какой-то все-таки в душе граждан, то есть гордость за свою страну где-то что-то. Да, много есть недостатков, много мы обсуждаем, много возмущаемся чему-то. Но в основной массе, я скажу так, что вот если у нас категория годности к военной службе сейчас составляет уже 82%, первоначальная постановка сейчас у нас идет, 544 человека прошло эти комиссии, из них только 60 человек, которые временно негодны к службе, значит, или негодны к службе определены, остальные пока идут по годности. То есть, ну это в процессе будет более углубленно изучаться, может быть, что-то уменьшится. Но сам факт, что в вопросах именно, сказать, настроя граждан, да, очень хороший настрой, сильный. И я скажу так, что если в 2000-х годах мы сталкивались с тем, что у нас и уровень наркомании на комиссии определялся, и многое другое, то вот за прошлый призыв, за осенний, у нас только было подтверждено, ну выявлено и подтверждено только два случая злоупотребления наркотиками среди призывников, те, кто поддержали отправки в ряды вооруженных сил. В основном, то есть это уже положительный момент. Сейчас вот 99-й год мы ставим на воинский учет, и очень отрадно сказать, что большая часть юношей старается заниматься спортом. То есть вот на сегодня у нас пришло на комиссию 99-й год, то есть это лица, которые 16-17 лет, у нас три кандидата мастера спорта там, 12 перворазрядников, значит, там уже не говорят о том, что второй, третий разряд спорта, то есть очень сильно развивается он, и среди даже юношей наших очень бытует такое, ну как культура, можно сказать, даже мода молодежная все-таки существует, заниматься в спортивных комплексах, тренажерах, как говорят сейчас, качалки, там турники и так далее. То есть физически крепкие даже парни приходят, но если физически он крепок, то и мораль, соответственно, у человека другая, может себе постоять, и ну вот так вот потихоньку люди неосознанно, может быть, даже, но готовят себя к защите Отечества в принципе. Мы знаем, что накануне 23 февраля традиционно в отделу военкомата приходят отзывы на наших земляков, несущих службу в рядах вооруженных сил. Какие это отзывы в большей своей части положительные или бывают и отрицательные? Большей частью это всегда идут положительные отзывы, значит, но за прошлый год у нас было два отрицательных отзыва, и вот буквально на днях пришел еще один очень отрицательный отзыв такой, то есть мы будем сейчас работать с родителями, значит, ну, существуют такие, говорится, когда нужно принимать меры какие-то в отношении, чтобы родители воздействовали, общественность и так далее. Есть моменты, но всегда было так, что солдаты-сибиряки, которые проходят службу, прежде всего мы всегда отстаем, что вы, прежде всего, с города Каннска, у нас мы на хорошем счету в Красноярском крае, наша территория, поэтому не надо это все, говорится, губить, нужно всегда только повышать, и в основном это так сейчас и идет. У вас есть возможность дать несколько рекомендаций. Как готовить молодых людей к службе в армии, в семье? Хотелось бы, чтобы, прежде всего, родители обратили именно внимание на то, что юноши идут в ряды вооруженных сил, они должны становиться настоящими мужчинами, а не так, что, как говорится, думы, а может быть, там его перевоспитают и так далее. Нужно в обязательном порядке это начинать, ну, мы говорим, с ясеного возраста, наверное, чтобы не опоздать это. Ну и в том числе, соответственно, контролировать все возможности, поступки, говорится. И всегда самое лучшее, что в сыновьях обращают на себя внимание, это, прежде всего, нужно, говорится, давать развитие его, чтобы в дальнейшем, говорится, они были действительно достойными членами нашего общества. Ну и всегда, я скажу так, чтобы родители с работниками военкомата всегда шли на контакт, потому что принцип работы, в частности, даже моей, как начальника отделения, я около 20 лет уже здесь, в городе Каннске, работаю с перерывами, принцип работы – это, прежде всего, отнестись к каждому из приземников, прежде всего, по-отечески. Александр Берегович, спасибо вам огромное, что вы нашли время встретиться с нами, и, конечно же, пользуясь возможностью, хочу поздравить вас и весь коллектив Каннского отдела военного комиссариата с наступающим праздником. Огромное спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. В Каннском технологическом колледже прошел традиционный фестиваль солдатской песни, посвященный Дню защитника Отечества. Со сцены учебного заведения прозвучали многим известные композиции на военную тематику – песни о любви и патриотизме. Тему продолжит Яков Востриков. И с трубой тяни, солдатскую песню пропой. О доме своем обремени то, когда мы вернемся домой. О доме своем обремени то, когда мы вернемся домой. Открыли фестиваль солдатской песни танцевальный коллектив «Алые паруса». Они, юноши и девушки в военной форме, загружились в вальсе на сцене учреждения. Своё выступление ребята готовили около двух недель. Стилистика военная, да, то есть, получается, на 23 февраля. Вот. Мы первые открываем это всё. Волнуемся немного. В фестивале принимают участие студенты и преподаватели со всего города. Как вокальные группы, так и сольные артисты. В сценарии 18 творческих номеров. Участники с трудом сдерживают волнение. Я очень сильно волновалась. У меня ужасно бьется сердце. Это настолько всё волнительно. Сегодня у нас не простое мероприятие, а практически юбилейное. Сегодня ровно 10 лет ежегодному фестивалю солдатской песни. В преддверии их 23 февраля, который проводится в стенах Каннского технологического колледжа. Концерт посвящен тем, кто служит и тем, кто уже отдал долг родине – защитникам мужчинам и их тылу – женщинам. Также организаторы отмечают, что ежегодно в этот день они чтят память выпускника учреждения, отдавшего жизнь за родину в Чечне. ПЕСНЯ Яков Востриков, Татьяна Лисогор, Александр Минеев. Итоги недели. Спорт в трудовые массы. Работники племзавода «Красный маяк» ежегодно принимают участие в разного рода соревнованиях, проводимых не только на территории их населенного пункта. Традиционным в преддверии Дня защитника Отечества для коллектива стало проведение эстафеты на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин». На веселых соревнованиях с настоящими призами побывала и наша съемочная группа. В племзаводе «Красный маяк» стала доброй традицией проводить соревнования, посвященные 23 февраля в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин». Спартакяда среди работников сельскохозяйственного предприятия проводится уже в четвертый раз. На этот раз сотрудники спортивного комплекса подготовили для участников целую серию эстафет, легких и шуточных на первый взгляд, но требующих сил, внимания и определенной сноровки. Их с удовольствием проходили как новички, так и постоянные участники стартов. Совсем не тяжело, просто не в первый раз уже принимаем участие, поэтому очень легко, весело и непринужденно. Все здорово. Было не очень сложно. Очень понравилось соревнование. Я первый раз участвую в них, первый год работаю в племзаводе «Красный маяк». Ну и как бы очень понравилось, что проводятся такие мероприятия. Увеличивает сплоченность коллектива, во-первых. И также поднятие спортивного тонуса предприятия очень помогает. Вторым этапом соревнований стала встреча участников на воде. Всем им нужно было преодолеть определенную дистанцию в личном зачете среди мужчин и женщин, а также показать скорость и слаженность своей команды в водной эстафете. Голя, бортика, бортика, бортика. Бортика, 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 бортика. Всего за звание самой активной и спортивной сегодня боролись шесть команд предприятия. Как отмечают руководство и участники, никаких особых тренировок не проводят, но веселые старты всегда ждут с нетерпением. Весь зимний период, когда мы отдыхаем от полевых работ, мы стараемся привлечь народ. Мы никого не заставляем. Все добровольно, на добровольных началах приходят, соревнуются. Но сегодня здесь у нас, наверное, порядка 40 человек присутствует. Судьи долго подводили итоги, выбирая лучших в личном и командном зачете, а также абсолютного победителя соревнований. Им стала команда сельсовета. И в первую очередь у нас в команде сельсовета. Победители, призеры соревнования получили денежные призы и грамоты, а также бурю положительных эмоций. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов. Итоги недели. Таковы итоги уходящей рабочей недели. В завершении выпуска анонс программ пятого канала, которые выйдут в эфир уже в выходные. В среду в это же время новые актуальные материалы нашей службы новостей. С вами была Наталья Никонова. Добрых вам выходных. До свидания. В субботу в 19 часов в эфир выйдет очередной выпуск передачи программы безопасности. Вас ждет актуальная информация от полиции и госавтоинспекции. Одна из центральных тем программы – очаги аварийности на каннских дорогах. Ольга Величко и эксперты программы безопасности расскажут, где именно на городских улицах и загородных трассах и водителям и пешеходам надо быть особенно внимательными. Кроме того, вас ждут постоянные рубрики «Автозачет» и «По факту». 2016 год – юбилейный для Канска. Ему исполняется 380 лет. И наша телекомпания продолжает цикл передач об истории города. Каннск. Биография. Третья серия авторской программы «Вацлава Малицкого» выйдет на пятом канале в это воскресенье, 21 февраля в 19 часов. Вас ждет рассказ о декабристах, пятеро из которых сначала держали путь на каторгу через наш московский тракт, а позже были отправлены на поселение в Каннский округ. Смотрите 21 февраля новый выпуск проекта «Цена вопроса». Программы о выгодных покупках и других денежных вложениях. В условиях кризиса многие горожане начинают экономить порой даже на самом необходимом. И в третьей серии проекта мы расскажем, где можно получить качественное образование по самым востребованным на рынке профессиям, а также сколько стоит интеллектуальный отдых. Смотрите программу «Цена вопроса» в воскресенье в 19.10 на телеканале «ТНТ». Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на пятом канале. С вами Евгений Елисеев. Всемирный день социальной справедливости отмечается с 2009 года 20 февраля. Предпосылкой для возникновения этого праздника стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества. ООН считает стремление к социальной справедливости одной из своих главных миссий. В предпраздничные дни освободите себя от лишних хлопот. Полуфабрикаты для фуршетов и изобилие кондитерских изделий уже готовы для вас в павильонах торговой сети возле дома и магазинах «Булочная». Дорогие наши люди, есть для праздника причина. Поздравляем с 23-м вас, достойные мужчины! Торты с праздничной тематикой уже во всех павильонах торговой сети, возле дома и в магазинах «Булочная» на 40 лет октября 52 и Эйдемана 22. 20 февраля в Канске пасмурно. Небольшой снег. Ветер северо-западной силы от 1 до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров втутного столба. Температура ночью – минус 13, минус 17. Днем – минус 10, минус 14. Вот такая погода нас ожидает в ближайшие сутки. Я желаю вам всего доброго. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!